С окончанием 20 века окончился и золотой век тольяттинского хоккея. Успевший к тому моменту еще и выиграть с российской молодежкой чемпионат мира, а также стать почетным гражданином Тольятти, Сыгуров, к силу разных причин, покинул ладу. Приглашение я получил из авангарда Олмска. Я хочу сказать, что отработав там вот эти неполных три года, я как тренер, как специалист, в общем-то, думаю, что приобрел многое. Потому что, во-первых, с такими для нашего хоккея выдающимися хоккеистами поработал, Затонский, Прокопьев, Сушинский, Ибыкин там. Потом мы результат дали неплохой, все-таки играли в финале. С Металлургом Магнитогорским. О городе Омске у Геннадия Федоровича остались самые хорошие воспоминания. Тепло он вспоминает губернатор области Леонида Константиновича Полежаева, который пристально следил за результатами команды и всемирно ей помогал. Когда я приехал, значит, мы одну ночь мы готовимся в одной гостинице к игре, в другую ночь, в другой гостинице, бездомной. Я ему сказал, я говорю, Леонид Константинович, а 50 лет как раз Омского хоккея отметил. Я говорю, 50 лет не было базы, 50 лет еще не будет, все равно вас жизнь заставит построить базу. Он мне ответил, бери машину, вокруг Омска смотри, какую скажешь, такая и будет. Вот такой вот подход. В Омске Цигуров доработал до законной пенсии. Его уговаривали остаться, но он отказался. Уж слишком был велик соблазн отдохнуть. Мне исполнилось 60 лет, и я, как наивный такой пенсионер, думаю, вот, наконец-то дождался этого момента, отдохнул. Работал, да? Да. Мне говорили там, ты будешь продолжать контракт, работал? Я говорю, нет, нет, я все, 60, я отдохну. Когда оформил пенсию, 1580 рублей, я понял, что отдыхать мне не придется, и поехал в Нижний Новгород. Нижний Новгород был, как-то так мне по судьбе получается, там, ну, наверное, там, где хорошо, не приглашают никогда, где плохо, то, да. После Нижегородского торпеда Геннадий Федорович последовательно поработал в нефтехимике, в Кристалле, в ХКМВД, снова в тракторе и даже в клубе Сарыарка из Казахстана. При этом торпеда, ХКМВД и трактор, как и в свое время ладу, он выводил в лучшую лигу страны. Особенно, конечно же, Цигуров был рад подъему родного трактора. Все вместе вот вернули хоккей в Челябинск. Какой это был праздник, вот настолько Челябинск живет хоккеем, да, что на улице просто не пройти было. В любом магазин зайдешь, любая там продавщица. Это вот выход трактора в Суперлигу, он дал толчок развитию, такой толчок мощный, что сейчас вот он идет на первом месте. Рассказывать о месте хоккея в жизни Цигурова можно долго, но жизнь любого человека не измеряется лишь его профессиональными успехами. В житейском плане Геннадию Федоровичу тоже есть чем гордиться. Он отец троих детей и дедушка пятерых внуков. Сыновья Дмитрий и Денис тоже стали хоккеистами. Сейчас Денис помогает отцу, работая под его началом и перенимая тренерский опыт. Дмитрий живет в Швейцарии и трудится старшим тренером детской хоккейной школы в Лугана. Дочь Елена закончила МГУ, живет с мужем в Америке, работает в миграционной службе. Внуки Цигурова, Альберт, Алексей и Матвей тоже занимаются хоккеем, а внучка Катя серьезно увлечена теннисом. Уже сейчас она чемпионка Швейцарии в своем возрасте. Летние каникулы дети и внуки Геннадия Федоровича часто проводят в Тольятти, к радости главы большого семейства. Между прочим, Цигуров – заядлый книголюб. Дома у него большая библиотека, собирать которую он начал еще в Челябинске. Был такой момент, опять же говоря, об отношении к спортсмену, да, раньше же, чтобы на подписные издания, это тоже как очередь за колбасой была. И рано утром подписные издания в Челябинске книжный магазин, и я стою в очереди. Вот подходит интеллигенция и говорит, а хоккеисты-то что здесь делают? Приоритеты понятны. Цигуров любит историческую литературу и не приемлет однодневного ширпотреба. Такие же предпочтения у него и в музыке. Вся молодость, юность и уже там зрелые годы – это, конечно, Высоцкий, Акуджава. Такие песни, которые, ну они как по жизни идут. Вот у Акуджавы работа есть работа, работа есть всегда, хватило бы только пота на все мои года. Расхвата за ошибки, она ведь тоже труд, хватило бы улыбки, когда по ребрам бьет. Понимаете, а ведь тренерская работа, она такая, по ребрам бьет, дай Боже. А еще он любит театр. Началось это увлечение в том же Челябинске, где есть и драма, и опера. Где есть возможность, я стараюсь сам бороться и команду вожу, и команду вожу. Вожу с женами, ну там они где-нибудь здесь, да, где-то на дискотеке они выйдут там. Я же говорю, у вас же красивые женщины, красивые жены, значит, они хорошо одеты, нарядные. Ну не только на дискотеку, наверное, надо и что-то вот такое для души, для духовной. Большую часть жизни Цигуров прожил в Советском Союзе. Там он стал игроком и тренером. Там создал семью. Поэтому исчезнувшую страну он вспоминает с благодарностью. Я думаю, что вот направление воспитания советской молодежи в основном было очень хорошее. Пройдя эту трудовую закалку, пройдя вот эту школу рабочей молодежи, или там вечерние вот эти курсы, техникум, институты, люди выходили крепкие духом. В жизни мало что могло сломать. А сейчас ломается ведь, смотришь, на ровном месте, где там плюнуть, переступить и пойти дальше. Прошло чуть более 20 лет с тех пор, как Цигуров в 1990 году поднялся на тренерский мостик Лады. И сегодня снова Геннадий Федорович готовит из Тольяттинской команды боеспособный коллектив, которые уверены, скоро снова будет достойно представлять команду в континентальной хоккейной лиге. Бригадир свое дело знает. Хотя первый год после возвращения в Ладу не был для Цигурова простым. Предстояло, по сути, с нуля сформировать команду, ввести в состав и обкатать большое количество молодых игроков. Но именно этот сезон вновь вернул болельщиков на трибуны Тольяттинского дворца спорта «Волгарь». А это, пожалуй, самый главный показатель в работе тренера. Люди верят Цигурову, верят в него. А этого не купить ни за какие деньги. За этот год, я говорю, что вымотался так, что, может быть, за десятилетие не было. Но все равно мне доверили, значит, я несу полную ответственность за судьбу Тольяттинского хоккей. Я постараюсь все-таки оправдать. Над спортивной ареной капризное солнце, И удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, Этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра, Того, кто нас выводит в люди, Кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день отработав, Вы о завтрашнем дне начинали мечтать, Вы конструктор побед, Королев наших взлетов, Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра, Того, кто нас выводит в люди, Кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, Вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, Пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра, Того, кто нас выводит в люди, Кто нас выводит в мастера. Субтитры создавал DimaTorzok